Всем привет, дорогие мои друзья, хорошего вам настроения, с вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Darkest Dungeon. С утесов под поместьем доносятся чарующие мелодии и низкие неземные ноты. Найдите источник этих звуков и заставьте их утихнуть. Да, ребята, я отправляюсь на Обольстительную Сирену. Первую, вы помните, мы завалили с вами, и настал черед второй ее трансформации. Завалить. Так что нужно, ребята, хорошенько подготовиться. Я обязательно возьму с собой двух хилок, и надо мне бойцов каких-нибудь покруче взять. А почему бы и нет, ребята, да? Дрессировщик, я думаю, там будет самое то. Ну что же, давайте теперь возьмем припасов. Так, раз здесь дан отдых, значит, наверное, карта будет длинная. Хорошо. Давайте возьмем сего помаленьку, как говорится. Так, антидот. Вот так вот. Факелов обязательно нужно взять по полной программе. Ну, вроде бы как и все. Давайте вот так возьмем, потому что у нас дрессировщик, как говорится, под жаждой. Так, давайте полностью забьем. Все. У нас, в принципе, всего хватает. Давайте еще возьмем, наверное, святую воды маленько, да. Мало ли там, что на нас повесят. И вот так, опий. Ячейк, конечно, остается мало, но, ребят, вот это вот, в принципе, кость мы можем потом выкинуть, если что. Оказавшись на грани банкротства, я заключил сделку с древними существами, которые явились ко мне в поисках жертвы в одну лунную ночь. За свою помощь они потребовали какого-то идола и еще одну малоприятную услугу. Сделка состоялась, и мои новые помощники бесшумно нырнули в морскую воду. В тусклом свете факелов я заметил знакомое лицо и ощутил злобное торжество. Да, ребята, мы с вами отправляемся в бухту. Сирена, два из трех. Поехали. Так вот, что стало с этим несчастным созданием. Карта действительно здесь большая. Ага, боевка за боевкой у нас здесь будет. Пойдемте, ребята. Как говорится, смелых удачи ждет. Содержимое мешка мое. 250 голды. Начало, как говорится, положено. Так, ух, ну ничего себе. Началось-то как все буро, да, ребята? А ну-ка, крит на десяточку. Я думаю, что это очень хорошо было. Эх, медузы мы, медузы. Мы танцуем, как арбузы. Помните, да, это из мультика «Большой ух». Ну, да не важно, что мне сейчас в голову какие-то мысли. Мне нужно сконцентрироваться на поединке, а я тут радуюсь и веселюсь. Да, ребята, от этой игрульки крышняк поедет у любого, по-моему. Как говорится, привыкаешь к своим детишкам, да, а бац, и все. И весь твой отряд лежит в одночасье. Так, пятерочка. Я думаю, что это хорошо было. По крайней мере, они будут потихоньку терять кровь. Давайте двоих попробуем сразу накрыть. Не, вот так лучше мы сделаем, наверное. Хотя двоих лучше, да. Еее, шикандос. Никогда не знаешь, что лучше, ребята, применить в той или иной ситуации. Смотрите, как у нас хорошо и классно все получается сейчас в данный момент. Но расслабляться нам пока рано. Ёппа, РСТ, крит урон. На 17 он звезданул, вы видели, а? Вот о чем я вам говорил. Что рано радоваться. Так, блин, я не достану, ребят, до него. О, придется, наверное, трупы валить. Отлично, все, теперь он ближе к нам. Нужно хиляться в любом случае. Ребят, на 12 отхил без крита. Я думаю, что это вообще шикандос. Так, ну-ка, давай-ка. Собачка, может быть... Ладно. Хотел, думал, метку в него влепить. А потом... Ай, ё-моё, кровь его не добила. Что он там, бой собирается делать? Блин, ты посмотри-ка, ужас повесил, а? А ужас, ребята, это означает что? Что на нас будет постепенно стресс падать. О, шикарно. Если чудовищ можно убить, то от них можно и избавиться. Логично. Все, избавляемся от страха с вами, ребят. И валим дальше. Ну-ка, посмотрим по карте. Оу. Так, понятно. Морские уроды у нас здесь. Хе-хе-хе. С саблями, ё-моё. С саблями и с гарпунами. Так, абсолютно у всех одинаково получается, независимо, где он стоит. Спереди или сзади. 86 процентов. Отлично. Все у нас пока бьет в цель точно. И-и-и-и. Сынуля, промахнулся. Блин, а этот саданул-таки. Но у нас сопротивление. Хорошо. О, молодец. Уклоняешься. Так, давай-ка вот так сделаем. Ух ты, даже скритом прокатило. Все, они теряют все, ребята, кровь. А ну-ка, двойные им. Хопа. Ну что, недолго им тут плясать осталось? Морской рубец. На дрессировщиках. Блин, попали все-таки, а? Так, давай-ка мы подхилимся, наверное. На восьмерочку неплохо, я считаю, да, ребят? Блин, да что ж ты тебя не добила-то, а? Кровотечение-то это, блин. Кровозлияние, так скажем. Удар гарпуном и... Блин, и он попадает. Чтоб его разорвало, да? Да е-мое, два чувачка здесь на последнем дыхании стоят, еще выеживаются. Ну-ка, давай так, двоих добьем. И на двоих еще. Кровотечение повесили. Так. Минус. Ну что, иди сюда, хлопчик. Сейчас мы будем с тобой тут разбираться. Опачки, ты смотри-ка, какой он юркий. Выеживается еще. Так-так-так, давай, наверное, псина добьешь. Ты смотри, а? Это у него, видимо, ребята, перед страхом смерти, чуйка сразу обострилась. И он начал уворачиваться. Промахнись. Нет. Попадает, ребята. Попадает на восемь причем. Блин. Ой, давайте, наверное, мы с вами хильнемся маленько. На семь. Это очень замечательно. Ну что, будем добивать, наверное? Да, ребята. Хорошо, мы его прокосили. Ох, что мы тут с вами получаем, ребята. От чего? Давайте кость уберем. Это все нам обязательно нужно. Гербы. Так, целебные травы. Давайте тоже выкинем. Да-да, ребята, приходится вот так вот избавляться, в принципе, от нужных нам вещей, чтобы взять, грубо говоря, ненужные. Но они нам нужны, ребята. Деньги, гербы, статуэтки, все это нужно. Ну что ты там? Ага, зов глубин. Ясно. Усиление. Усилил он этого трупака. Ох, хорошо-то с критом. Смотри-ка, у него там чуйка сработала против кровотечения. Да и он уклонился еще, а? Ты глянь-ка на этого олуха собачьего. Так, ну-ка давай-ка... Подожди. Блин, вот этого придется, ребята. 91% или 86, по-моему, разница ощутимая. Пробьем двоих, нет? Пробили. Одного даже вообще грохнули. А этот, подхалим, смотрите, в инвизе сидит. И в ус не дует. Вот гад, и стресс на меня повесил. Упырь, хмырь. Я не знаю, как его еще назвать. Еще и не сдох, а? Вот подлюка мелкая. Так, морской рубец на 12. Да что ж так жестко-то вы бьете-то? Эй, олухи, добьем этого шамана. Как говорится, пустим шамана на корм рыбам. Хотя он сам рыба. Ну что же, здесь удачно, ребята. Все, у нас получилось. Оу, сколько всего. Сколько вкусняшек, ребята. Я даже не знаю. Давайте, наверное, избавляться с вами от нефрита. Его меньше. У нас тут 500 голды, а нефрит стоит 350. Прокаженный браслет. И хочется, и колется, ребята. И хочется, и колется. Я даже не знаю, чего тут можно избавиться теперь. Блин, может быть, ничего не будем, ребята, с вами делать. Пускай как есть, так и есть. Блин, где же, где же у нас сирена? Оу, что, теперь так и будет, что ли? В каждой комнатке у нас монстры. Ну, видимо, уровень сложности такой, серьезненький. Поэтому, как же без этого? Этого, ребята, надо в первую очередь сносить. Потому что он стрессовик. Нам же не нужно, чтобы у нас герои погибли от стресса. Конечно же, нет. И, как всегда, этот чмочник находится в задних рядах. Я еще раз повторяю, ребята. Я очень жалею о том... Оу, что у нас нету наемника. Наемник с крюком очень хорошо выцепляет вон тех вот говняков. В принципе, щитолом тоже может пробиться на задние ряды. У него есть специальный такой удар гарпуном. Точнее, копьем у него, да. У него удар копьем, когда он заднюю цель выманивает напередок. Ну, а вы сами прекрасно знаете, когда цель такая хлипенькая, как стрессовики спереди, ему сразу просто наступает задница полнейшая. Ты смотри-ка, а. Как кистая тварь. Попала по мне? Е-е-е. Стрессовик сдох. Шикарно, ребята. Теперь давайте разбомбим. Так. Ммм. Давай, наверное, звездонем. Он сдохнет. Стопудняк. Да-да-да. Е-е. Ха-ха. Сдуло, так скажем, ветром его. Ну-ка, подхилимся на девяточку. Я считаю, что это хорошо, ребята. Когда у нас наши боевые монахини так хорошо хилят, то и играть, как говорится, в радость. Все. Мы здесь со всеми разобрались. Причем довольно хорошо, ребята. Ох, е-мое. Да что ж такое-то? Меня просто балуют, ребята, гербами и портретами. А вот что мне выкинуть? Мне, наверное, придется избавляться. Так, сколько? Блин, я даже не знаю. Давай так сделаем. Насколько бы не были бы хороши эти богатства, ребята, придется от них избавляться. Вот так. Ну, а это, я думаю, нам не нужно. У нас таких, по-моему, аж две штуки. Ага. Так, где-то вот наверняка в этом направлении у нас, ребята, и будет сиренушка находиться. И я думаю, что она от меня далеко не уйдет. Как вы помните, да, ребята, я не знаю, что будет у нас со второй трансформацией сирены. Но первая у нас могла переманивать одного героя из моего отряда на свою сторону. И он будет помогать этой сирене. Я надеюсь, что... Ну, хотя, почему, ребята? Она наверняка будет то же самое делать, но, скорее всего, еще что-то добавится. Потому что, все-таки, это вторая трансформация. Эй, комарика снесло просто ветром, е-мое. Обожаю, когда мы кого-то убиваем или уничтожаем, и у нас сразу благодать нападает, ребята. Не стресс, а наоборот, анти... антистресс. Ты думаешь, мы впадаем в релакс. Оу, нет, 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 нет. Ну, как же так, а? Ай-яй-яй-яй-яй. Багряное проклятие, ребята, получило у меня вес толка. И это очень плохо, это меня расстраивает. Прям, я не знаю, до глубины души. Черт подери. Ай, теперь у меня, значит, и дрессировщик. Оу, крит на 20. Давненько, ребята, таких критов не было. Достал этот комар, на самом деле, а? Ты достал меня, комар? Только не надо, не надо еще ее мне тут... Вторую веселку давайте еще, блин, мне в багряное проклятие превратить. Я вас всех тут поуничтожаю сразу же. Блин, да смотри-ка, что, а? Комар, хитрожопый. Давай двоих сразу. Е! Этого даже снесли просто-напросто. Фига, да, чувак такой, блин. В мундире все дела, в парике, подземное жало. На камушке на каком-то сидит. Я так понимаю, ребята, раньше это были, ну, предположим, люди. Теперь они превратили... Да ладно! Че, серьезно, что ли? Вот это, ребята, расклад. У меня две хилки под багряным проклятием. Всю жизнь об этом мечтал. Нет, в принципе, я ничего не вижу в этом стремного. Единственное, что если ты забудешь взять с собой баночку с кровью, то все. Можно распрощаться в скором времени с любым своим персонажем, который находится именно под проклятием. Так, слушай, слушай, подожди-ка. Ты мне прокаженного-то хорош, что-то мучает-то уже, а? Так, ну-ка давай вначале вылечимся. Так, и подхидимся. На 11. Ну, неплохо. Кстати, чем хорошо, ребята, брать с собой бойцов, у которых есть хил. Свой, личный, собственный. Например, на боссе, когда мы находимся, да? Так, забираем, блин. Но это мы можем сразу использовать здесь. Например, когда мы находимся на боссе, да? И босс, грубо говоря, нас убивает. И когда мы находимся при смерти, у нас же могут подкачать эти наши хилки. Они могут там отказаться или еще что-нибудь. Мы просто используем именно тот скил, который находится на персонажа. Вот у дрессировщика, например, у прокаженного есть вот свои хилы. И это очень-очень хорошо, ребята. Очень сильно выручает порой. Потому что вы прекрасно знаете, что они потом могут еще удар нанести. У тебя может, как говорится, еще одна попытка выжить. При смерти быть. А там он может и промахнуться. Соответственно, ты можешь подхилиться. То есть, вообще классно. Ох ты! Краб-сокрушитель у нас здесь. Давай, наверное, так, 91%. На три! Видно, мощный гаденыш. Так, давай-ка мерку. Так, ослабление еще на нем повесили. Ну-ка, как бы вот это... Оу, крепкий парень. Но мы-то с вами крепче, согласитесь. Будем его пробивать, ребята. Молния. Покарай. Шесть. Слушайте, ну это хорошо, ребят. Этот окунь сзади там выеживается, а. Пучеглазый хмыль. Так, ну что, опять. Ох, на восемь. Оглушил. Нет, сопротивление. Зашлипись. Ребят, это хорошо. Так, ну что. Песик, давай кусай его. Ох ты, на восемнадцать. Значит, работает, ребята, метка. Меточка очень хорошо работает. На трешечку мы с вами похилялись. Так, оп, дрессировщика. Блин, попадает, а. А ну-ка, давай-ка вот этим. Ага, только одного, хорошо. Ё-п-р-с-э-те, уклонение. Нужно хиляться, ребята, в обязательном порядке. Я не хочу отдуплиться раньше времени, не дойдя до босса. Так, щипок артериальный. Так, повесил. Да, повесил. Сколько? Восемь. Блин, это надо лечить срочно. Восемь за раунд. Еле стою на ногах. Кто-то там уже заплакал. Ай, так, на семь. Давай-ка этого подхилим. Тут на девять, отлично. Временное облегчение. Так, ну-ка, песик, дай-ка ему еще жару. На шестнадцать. Слушайте, ну это хорошо, ребят, идет все. Надо его... Наконец-то он промахнулся. Надо его добивать. Этого сосунка. Так, где у нас тут бинты, бинты? Мне нужны бинты, ребята. Вот. Ну что же, будем, наверное, добивать. Попробуем. Да. Огромное тело без каких-либо душевных качеств. Разве что с неуемной жаждой кровопролития. Хе-хе-хе. Автор там говорит. Так, ну что. Слушайте, вот жалко, что метка сама по себе не наносит урона. Грубо говоря, это пропащий ход, вешая метку. Но зато, когда собачка начинает его бомбить, ты начинаешь думать, да, все-таки не зря я повесил метку. Мне до него не достать, ребята. Мне надо этого краба, наверное, уничтожать. Отлично. Вот он, голубчик. Плюс 5 к меткости на 5 раундов. Я считаю, что это неплохо для прокаженного. Так. Подхил. Опа. На девяточку. Тоже неплохо, ребят. Так. Давайте, наверное, вот так вот. Считайте, все у нас полностью здоровенькие. Ну что, пёсик, добьешь? 35 крит урон. Вообще замечательно. И полторы тысячи голды. Блин. Чё выкидывать-то будем, ребята? Я даже не знаю. Может, антидот? Я даже не знаю. Лопаты или лопаты или... Давайте вот так, наверное, потратим сейчас с вами полностью. Так, одна остаётся. Блин. Придётся её, наверное, ребята, выкинуть к ядрине фини. Полторы тысячи на дороге не валяются, согласитесь. Нужно брать. Так. Вроде бы здесь чисто. Никаких монстров не предвидится у нас. Так. Драка или нет сейчас будет? Нет. Тихо, ребята. Штиль. Ага. А вот и босс у нас здесь. Ой-ой-ой-ой, ребята, надо было мне... Ай, не успел. Ну, я откуда знал, что он там будет, этот босс? Надо было... Так, 750. Надо было нам это... Отдых с вами заюзать. Ну, ладно, хрец. Была, как говорится, не была. Так, ловушка. Обезвредили. Идём дальше. Ну что? Все готовы? Фух. Была, как говорится, не была, ребята. Сделать мы здесь больше ничего с вами не можем. Как говорится, либо оно есть, либо его нету. Вот она, тварь. Поехали. У неё 179 хп, ребята. 179... Ой-ой-ой-ой. Иди сюда, жертва. Дрессировщик у нас в гневе. Попробуем так сделать. Песнь желания. Оу, ребята, похищает у меня герой. Блин, это почему-то именно... Дрессировщик. Ну-ка посмотрим. Блин, у неё сопротивление к стану. Так. Сминающее давление. Промахивается она. Ой, даже не знаю. Давай попробуем, наверное. Так. Есть. На 14 вгрели ей. Слушай, она ещё и ушла. Назад. Так. За приливы! Кричит дрессировщик. И отправляет на нас свою собаку. А та в своё время вешает только лишь пока на одного. Но это будет плохо, если... Сколько она будет его держать у себя там, а? Сколько раундов? Не написано, не понять. Оу, стресс пошёл. Ребята, у нас стресс. Давайте, наверное, похиляемся. Так. Хорошо. Пока отлично. Пожирание какое-то. Да ты достала уже, а? Блин. Так. На проверку и... Нелогичность мы с вами зарабатываем. Вот это хреново, ребят. Мой экземпляр... Вот мой экземпляр писания. Ха-ха. Говорит. Кому интересен твой экземпляр писания, когда... Эх. Да, вот так сделаем. На 17. Отлично. Мать отец, слишком поздно. Я ухожу в монастырь. И побежала она. Так. Отпустила. Где? Где я? Ха-ха. Дрессировщик пришёл в себя, блин. Ты на месте, родной мой. Так. Ну что? 74% попадаем, ребят. Как ни странно. Опять песня желания. И она опять... Да. Опять забирает у меня дрессировщика. Эти воды, блин. И он отправляет. Да. Хоу. Промахнулась собачка. Вот это хорошо, ребята. Это нам на руку. Так. Опять давление делает. Хорош трубачить тут. Блин. Стрессом давит, ребята. Галимым стрессом. Давай попробуем. Может быть, получится её застанеть. Е. Оглушение, ребята, мы повесили. А вот это вот хорошо. Блин. Так. У нас есть бинты. У нас есть ещё бинты. Поэтому, ребята, так вот делаем с вами. Меткость нет. Давай так попробуем. Да. На 6. Ну так как-то вообще мало, блин. Обычных бойцов ты на 35, там на 10, на 15 валишь. А тут всего лишь по минималке. Ну-ка. Блин, сопротивление. Не сметь угрожать моей королеве, говорит дрессировщик. Ха-ха-ха. Сзади там стоя. Чёрт подери. Опять, опять повесили кровотечение. Ребята, блин. Ай. Ладно, попробуем. Ну, на 8 это неплохо. Я считаю. Мне нравится высокий прилив. Что такое? Ё-пара-сетэ. Медузу призвала. Надо уничтожать. О, 6-12. Отлично, ребята. Сейчас было сработано. Я, простите, друзья. Дрессировщик говорит. Вернулся, наконец-то. Вороные пенаты. Ну, я думаю, почему-то ненадолго, наверное. Сейчас опять его переманят. Слушайте, ну, лучше уж она, пускай, дрессировщика возьмёт, чем, извините, нашего танка. Вы посмотрите, если она заберёт моего прокажённого. И он тут начнёт херачить. Вот это будет бобо. Это будет реально жёстко. Так, что бы нам сделать? Давай так вот сделаем для начала. Так, факел. Пускай горит ярко, как говорится. Ну? 74%, ребята. Я попадаю. Я попал. Так, попробуем добить. Е. Так, иди сюда. Блин, опять кого? Ну, опять дрессировщика. Мы уклонились, ребята. Неужели в коем-то веке мы умудрились уклониться, блин? Вот это хорошо. То есть я, наверное, успею всё-таки реализовать свой наскок гончий. Так, на десятку прожарил. Чёрт подери, она опять делает песни желаний. Да, на этот раз не получилось. Слушайте, а вы представляете, если бы она забирала, предположим, даже мою хилку. И та бы хилка бы хилила эту чувырлу. Хе-хе. Нет, так что это хороший вариант, что она именно дрессировщика забрала. Главное, чтобы этот дрессировщик не вешал на нас метки. Да чтоб тебя, а! Смотрите, она начинает призывать всяких упырей. Так, мы его оглушили. Так, давление теперь пошло. Ну, считай, хорошо, там повезло нам, мы уклонились. Но стресс до сих пор нас бомбит. Так, если мы сделаем двойной рубец. Шесть и восемь. Так, дрессируешь. Воды забрали меня! Воды тебе забрали. Так, я не знаю, давай так попробуем. О, хорошо! О, кровотечение на всех повесили. Замечательно, ребята. Ну, на десять. Шестьдесят семь здоровья осталось, ребята. Я думаю, что... Блин, опять песен желаем. Опять... Опять этот дрессировщик. Не успевает вернуться домой, как его обратно забирает эта хмырюга. Ну-ка, получи. Встан, нет? Да, ребята, встан. Они оба у нас стоят оглушенные. Только с нее как-то очень быстро снимается этот статус оглушенный. Так. И, наверное, давай попробуем так. Не достаем. Пять меткостей мы получаем с вами сразу же автоматически. И стресс идет. Кто у нас там ходит? Ага. И я сражаюсь за любовь. Кричит дрессировщик. Ха. За любовь. Ну, правильно, ребята. Она его полностью обворожила. Вы видите, да? Истинное ее лицо. А когда она делает этот... Свой супер скилл. У нее такой там красавица она. Ну, фиг ли. Сирена она и есть сирена, ребята. Еще по старым там мифологиям, помните, да? Сирены топили людей. Смелость. Вау. Вот это хорошо. Вот это вот молодец у меня прокаженный. Получил, как говорится, благодать. Так. Будем бомбить. 82% попадания. На 14% вжарили. Ребята, совсем маленько. Пожирание. Пожирание. Совсем маленько осталось до ее кончины. Сестры, будьте милосердны. Помогите мне. Кричал прокаженный. Так, ладно. Ракушечный барьер. Оу. Спасибо тебе, дорогой. Ну-ка, возвращай. Ах ты, барьер-то снял. Снялся автоматически, ребята. Мне приснился очень страшный сон. Дрессировщик. Это был не сон. Это была реальность. 74%. Е-мое, уклонилась. Уклонилась, тварюга. Е-е-е. Повесим? Повесили. Да, отнимаем, конечно, немного. Но все-таки, ребята, хоть что-то. Так. Давай-ка, наверное, мы прижучим. Хотя вот... А смысл какой, да, ребят? Оу. Вот это да. На 35 был крит. Ну, никак я не ожидал такого, ребята. Ого. Подвеска игрока и подвеска перемещения. Слушайте, мне это нужно. Так, возьмем. Ага, это мы взяли. У нас было место. Давайте, наверное, избавляться от хворста. Так, и факел. Возьмем все. Да, ребята. Сирена оказалась лошаркой. Лошаркой. Как лично по мне, мы ее завалили без особых проблем. Так, 6 750 за задание и 5 590 за миссию, ребята, мы с вами собрали. Так, ну что ж, давайте смотреть, что у нас здесь. Любовный интерес. Ага, понятно. Второе дыхание. Отлично. Здесь что у нас? Дагномания. Компульсивность. Клептомания. То бишь, будет хвататься, да? И громила. Вот это хорошо. 10 урона в атаках. Правда, ближние. Ну что же. Городская ярмарка. В городе витает дух праздника и доброжелательности. Однако, вряд ли этого жизнеутверждающего настроения хватит надолго. На этой неделе все лечебные учреждения бесплатны. Хо-хоу. Вот это круто. Вот это вот хорошие новости. Вот что я вам скажу, ребята. Значит, будем сейчас с вами, естественно, использовать это как только можем. Так. Отлично. Что бы нам снять-то тебе, а? Вот. Я думаю, вот это вот надо снимать. Боязнь крови. Так. Бесплатно. Ух ты. Офигеть. Я любые болячки могу снимать. Которые даже очень дорого стоят, ребята. Так. Смотрим. Давайте. Искать еще кого-нибудь. Черт. Неужели больше никого не можем с вами отправить? Так. У него волнение. Лечим, ребята. Смотрим с вами остальных. Так. Здесь, по-моему, они все... Ага. Ну, там не стоит, я думаю, тратить. Че? Неужели больше никого нету, а? Убыть не может. Ага. Вот. Оу. Серая гниль. Вот это надо, ребята, обязательно лечить. Это ерунда. Нам она не нужна. Так. Ну что? Здесь вроде... Ох ты. Смотрите. Мы можем с вами... Подожди-ка. Библиотека лечения. Вместимость палат до двух. Я даже не знаю. Давай попробуем, наверное, вот это вот. Да, ребята. Оу. И здесь еще можно даже выучить. Библиотека лечения или... Черт его знает. Хочется всего, ребята, конечно же, изучить. Но, сами знаете, не получится. Так. Ну, одна палатка у нас еще открылась. Кто же у нас туда пойдет? Кого-нибудь мы сможем туда засунуть? Правдами, неправдами. Так. Отлично, ребята. Страх людей, блин. Страх зверей. Отравление. Гермофобия. Давайте тогда вот эту гермофобию, ребята, уберем. Как оно говорится? На халяву и уксус сладкий, да? Вот. Мы, наверное, с вами в библиотеку лечения. Да, ребята. Я думаю, что от этого будет больше пользы. Вроде бы все. Завершили. Давайте-ка посмотрим. Дилижанс. Кто-нибудь новенький у нас пришел? Нет, ребята. Одни авантюристы, блин. Антиквары здесь у нас. Хорошо. Стресс. У нас у кого-нибудь есть очень много стресса? Есть. Давайте посмотрим. Интересно, там платно или бесплатно? Так, ну-ка. Подтвердить лечение. Бесплатно, ребята. Бесплатно. Йокаламане. Конечно же надо. Ай. Не хочет, не хочет она идти. Блин. А ты тоже не хочешь. Кого ж тогда нам воткнуть-то? Последнее место осталось. Ёлки-палки. Хоть кого-нибудь. Не хочу, чтобы оно просто так прогорало. Во. Бичеватель. Иди. Лечись. А в трактире? Ну-ка. Кто-нибудь у нас пойдет здесь заливать горе? Никто не хочет, да? Ага. Вот. Тоже бесплатно. Вау. Да я сейчас всех своих бойцов, ребята, просто вылечу. Блин. Еще одно место. Даже два места, ребят. Тут осталось и никто не хочет, а? Ты посмотри. Хе-хе-хе-хе. Ну, давайте воткнем. Фиг с ним. Пускай хоть одну стрессинку да уберет. Жаль, конечно, что больше никто не хочет, а? Ай-яй-яй. Как же грустно и печально это соновать. Никто не хочет, ребят. Просто-напросто идти. Ну, ладно. Что ж. Пускай будет так, ребята. Во. Игры. Можем увеличить. До двух мест. Или в бордель. Давайте в бордель, наверное, с вами. Улучшим. Так. Хорошо. А сейчас кто-нибудь пойдет или нет? Ну-ка, давайте-ка посмотрим. О, есть контакт. Вот так, ребята. Как говорится, у нас теперь все предели. Все лечатся. Что у нас это не то? Кибитки. Посмотрим. Ну, в принципе, ничего хорошего здесь у нас не продается. Можно посмотреть засколки. Блин, засколки, конечно, очень много чего хорошего продается, ребят, но их не хватает нам. И в этом вся большая проблема. Так, надо зайти посмотреть, что у нас еще осталось. Так, ну что, дорогие мои друзья. Давайте мы с вами на этой ноте будем завершать это видео. Всем большое спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравилось. Ну, а мы увидимся с вами в следующей серии. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok